И после этого прочитал стихи Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ». Вы не хотите ему ответить? Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалил. Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нас нечего задирать. Если кто-то хочет быть деморативным, считай, сначала пусть свои закроют в офшорных зонах. А потом говорит о благе народа. В этой связи я сейчас вспоминаю только одно. Это я не воспроизводу точно, дословно, но смысл передам почти один в один. Тарас Шевченко ещё почти 170 лет назад сказал, «Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают её свои собственные дети». Надеюсь, что когда ты это сделал в жизни и в истории, украина, и украинская Россия, всё это закончилось. Ещё один вопрос по этой теме президенту Путину задали, когда он после четырех часового общения вышел к прессе. Как Россия намерена действовать в отношении Донбасса? Стали от войны. Может, что они требуют, чтобы Россия взяла их под свою трубу? Это трагедия и очень большая. Мы сделаем всё для того, чтобы реализировать вот все, которые там имеются. И что я хочу сказать? Это наша позиция в целом. Но мы будем делать всё для того, чтобы людей там поддержать. Но очень рассчитываю на то, что ума взяла в смысле активного отношения и того, чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности. Президент договорился России внимать в происходящем контакте. Примы там, по его словам, только нарастают. Я верил, что все решили. И адекватно нарастают ситуации в регионе. Что-то на том, что-то просто.